Многие садоводы считают, что посадку семян петунии на рассаду следует проводить в 2018 году по лунному календарю. Некоторые опытные фермеры и цветоводы воздерживаются сажать в дни полнолуния. В январе 2018 года полнолуния обещается 2 и 31 числа, в феврале полнолуния не будет. А вот в марте астрологи отмечают неблагоприятные дни для посева петунии на рассаду, 2 и 31 марта. Также неблагоприятно на растение воздействует фазы новолуния. В 2018 году они в феврале выпадают на 16 число, а в марте на 17 в эти дни вся жизненная сила посадок сосредотачивается либо на корневой системе, либо в наземной части. Такое ненормальное распределение сил для развития существенно подрывает рост молодого ростка. Благоприятными днями по лунному календарю, когда следует сеять петунию на рассаду в 2018 году, являются следующие дни. В феврале 17-18, 21-22, 25-26, 27-28, в марте 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29, в апреле 17-19, 20-24. Каждый садовод может самостоятельно выбирать время, когда ему лучше сеять семена петуния на рассаду в 2018 году. Можно ради эксперимента посадить в обычный день и согласно лунному календарю. В результате будет видно, лучше ли растет такой саженец или развивается одновременно с посаженным в стандартные дни семенем. Выбирать сроки посадки петунии на рассаду в разных регионах России следует, ориентируясь на последние заморозки по весне. Поэтому сроки посева контролируются в определенных климатических зонах согласно прогреванию земли и природы. Давайте разбираться, какие особенности посева семян петунии в разных регионах, когда следует сажать петуню на рассаду в Сибири и на Урале. Посадку осуществляют для выращивания в теплице не ранее первых чисел марта. Если посеять петунию в Сибири и на Урале в более ранний период, то длительная выдержка в теплице спровоцирует перерастание рассады. Результатом станут проблемы с дальнейшим выращиванием цветов петунии из-за того, что рассада может долго приживаться и болеть. Когда сеять семена петунии в Поволжье? Рекомендуется заниматься посадочными работами для семян в последних числах февраля до середины марта. Главное, чтобы ростки были сильными и мощными. Высадка петунии в тепличных условиях осуществляется не ранее первого и не позднее 15 февраля. Это необходимо, чтобы рассада подошла к началу мая, и саженцы можно было высадить в отдельные контейнеры. Производители семян не разграничивают сроки, когда лучше сажать те или иные виды петунии. Поэтому все сорта следует высаживать в определенное время, чтобы получились крепкие ростки с хорошо развитой корневой системой и мощными стеблями, готовыми к яркому цветению. В каком месяце сажать петунию на рассаду? Чтобы кустарник порадовал первыми цветами в конце мая или начале июня 2018 года, опытные садоводы советуют производить посев на рассаду в последнюю декаду января – начало февраля. Именно такой период необходим для качественного прорастания молодого ростка и получения полноценного результата. Чтобы все сделать успешно, необходимо знать, как вырастить рассаду петунии в домашних условиях. В этом вам поможет пошаговая инструкция. Перед тем как приниматься за посадочные работы нужно, подготовить предварительно специальный грунт, из которого саженцы должны получить достаточное количество питательных веществ для активного роста. Определиться с емкостями для посадки, а также выбрать между вариантами укоренения, в обычных вазонах или в торфяных кассетах или таблетках. Чтобы правильно посадить петунии в домашних условиях, нужно учесть все нюансы и только потом приниматься за посадочные работы. Главное – выполнять все вовремя, чтобы саженцы успели вырасти до оптимальной величины, при которой можно высаживать готовые кусты в открытый грунт. Почву для посадки рассады и петунии можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Если выбран последний вариант, то необходимо знать, в какую землю лучше сажать. Для приготовления подходящего субстрата нужно взять дерновый или листовой субстрат, разбавить речным песком, внести незначительное количество перепревшего перегноя и измельченный торф, все перемешать и внести кокосовый грунт. Почва для высадки рассады и петунии должна быть рыхлой, питательной, а главное – не сильно кислой или щелочной. Если последний пункт не отвечает требованиям, то в подготовленную почву рекомендуется добавить древесную узолу. После замеса следует хорошо пропарить подготовленный почвенный субстрат в духовке. Это избавит от возможных грибковых бактерий или спор, содержащихся в грунте. Последней процедурой нужно продезинфицировать землю для петунии слабым раствором термонганата калия. Для выращивания можно использовать несколько способов, при которых различаются вазоны, куда будет произведен высев семян. Выделяют следующие способы посадки семян петунии на рассаду. В контейнерах – самый распространенный метод высева семян. В большинстве случаев берутся пластиковые вазоны. В них удобно размещать молодые саженцы и переносить с места на место. В торфяных таблетках – наиболее быстрый и удачный способ посадки. Он хорош тем, что можно посадить небольшой кучей, чтобы потом рассаживать, а несколькими семянами, которые затем можно пикировать в отдельные вазоны. Такое укоренение обеспечивает хорошую корневую систему, отсутствие болезни и шикарный куст растения. Положительный момент для высаживания семенного материала в таблетке. Последние меняют цветовой окрас, когда подходит время для полива. В кассетах их преимущество заключается в том, что их можно приобрести любого размера. Для петуни идеально подойдет диаметр в 10 сантиметрах. Семена можно высаживать и в торфяную смесь, находящуюся внутри кассеты, либо удалить ее и посадить в подготовленную почвенную смесь. Таким образом, для посадки нужно выбрать оптимальный вариант, который понравится личной садоводу. Схема посадки как таковой пошаговой схемы того, как правильно сажать петуню на рассаду, нет. Кто сталкивался с посадкой петуни знает, что ее семена – это меленькие маковые зернышки. Поэтому при посадке получается в одном месте густо, а в другом практически ничего нет. Но существует особый секрет. Опытные цветоводы выращивают петунию специфическим способом. Они в контейнер выкладывают снег, а на него очень аккуратно семена в произвольном порядке. Непосредственная посадка. Если заглубление семян производится в обычный контейнер, то требуется на дно вазона выложить дренаж в одном сантиметре величиной. Затем высыпать подготовленный субстрат, тщательно его разровнив. Важно! Сверху выкладывается снег, на который аккуратно пинцетом выкладываются семена. Если снега нет, можно положить туалетную бумагу или тоненькую салфетку. Семена с помощью зубочистки распределяются на поверхности и сбрызгиваются водой. В таком случае нужно постоянно орошать сеянца, чтобы они полностью не высыхали. Производить это потребуется, пока салфетка не растворится в воде. В случае с таблеткой, торф придется размочить предварительно в воде. После этого, слить лишнюю воду и установить в лоток. В каждую разложить по 1-2 семечки и осуществлять полив с помощью шприца. Если выбран вариант посадки в кассету, то процедура выполняется полностью идентично, как с торфяной таблеткой. В грунт закладывается пара штук семян и аккуратно поливается, чтобы не спровоцировать сильное заглубление сеянцев. Уход за рассадой петуни играет немаловажную роль в выращивании растения. Для того, чтобы растения после прорастания первых несмелых ростков пошли активно в рост, рекомендуется наладить верный полив. Главное, не переусердствовать и выполнять уход за рассадой в домашних условиях правильно. Чтобы правильно ухаживать за рассадой петуни, необходимо обеспечить ей нормальные температурные условия. При какой температуре выращивать рассаду петуни? Оптимальная температура для прорастания капризных семян требуется плюс 23-25. Более капризными являются гибридные виды. Если хоть незначительно сделать требуемую температуру ниже, они тут же останавливаются в развитии. Если увеличить температуру, то она начинает вытягиваться и болеть. Если точно выдерживать температуру и необходимое освещение для рассады петуни, то первые ростки появятся уже через 4-7 дней. Правильное освещение является одним из секретов успешного выращивания рассады петуни. Освещение для петуни следует подбирать такое, чтобы солнечные яркие лучи в марте-апреле не спровоцировали ожоги на нежных появившихся листочках. Поэтому рекомендуется подобрать для контейнера такое место, чтобы саженцам было достаточно солнечного света, но в то же время он был рассеянным, не причиняющим вреда посадкам. Полив рассадой петуни – серьезное мероприятие. Если использовать пульверизатор, то вода, попадая на растения, может спровоцировать загнивание или присоединение болезнетворных бактерий. Как поливать рассаду петуни в домашних условиях? Чтобы избежать вышеописанных неприятных последствий, можно использовать либо пипетку, либо шприц, либо спринцовку. Такой метод орошения называется капельным. Он используется в большинстве случаев. При поливе саженца в петунии нужно соблюдать меру. Если залить грунт, то это негативно скажется на корневой системе. А если субстрат будет получать недостаточное количество питательной влаги, то кустарник перестанет развиваться и может погибнуть. Чрезмерной влажности в тепличке быть не должно. В противном случае стимулируется разрастание грибковых спор и приобретение заболеваний с саженцами. Посадки рекомендуется ежедневно проветривать, не допуская повышенной влажности воздуха. Подкормка поможет вырастить хорошую рассаду петунии. Она является важным моментом для активного роста петунии. В первые 14 дней следует проводить орошение слабым раствором марганцовки или привикура. При появлении полноценных 4 листков производится подкормка кристаллоном. Еще через 2 недели следует ввести атлет.